Миграционная служба, проверяем документы. За распахнутой дверью несколько мужчин, судя по документам, граждане Узбекистана. Бумаги демонстрируют осторожно, с опаской. Визита сотрудников миграционной службы здесь явно не ждали. В Россию-то зачем приехали? В гости или на работу? На работу. В этом девятиэтажном общежитии на улице Панкратова живет сейчас более 50 иностранцев. Как выяснилось, абсолютно легально. Все работают на подшипниковом заводе. У предприятия солидная квота на иностранную рабочую силу. Я с 1986 года работаю. Я без России никак не могу. От силы домой приеду, каждый год туда-сюда езжу. От силы месяц буду дома и опять сюда. В Вологде Абдукахар впервые. Буквально в январе приехал работать на завод. Деньги нужны дочери на операцию. В общежитии поселили сразу. И почти сразу у иностранцев начались конфликты с остальными жильцами. Они неаккуратные, у них везде грязь. Как заехали тараканов, неизвестно сколько, мыши, все. А мы почему должны эту грязь терепить? Тоже ведь не обязаны убирать. Им говоришь, прибери за собой, а они еще отвечают грубо и ругаются. Неизвестно, подойдут и стукнут. Именно поэтому жильцы и написали жалобу в миграционную службу. Под петиции подписались несколько десятков волокжан, недовольные многочисленными иностранными соседями. И без того условия в общежитии далеки от идеальных. А сейчас, уверяют, и вообще сплошная антисанитария. А вы представьте, вот на 9 этажей один душ, такой душ ходил. Иностранные рабочие и постояльцы живут не первый год в одном общежитии. Но раньше их селили на разных этажах. Только сейчас с увеличением числа иностранцев, гостям и постоянным жильцам приходится ютиться по соседству. Отсюда пошли разногласия. С точки зрения законодательства миграционного пока нарушений никаких нет. Социально-бытовые условия, я считаю, здесь однозначно. Они должны в любом случае. И работодатель не должен от этого уходить. То есть здесь как бы вот должны мы найти компромисс. И соответственно с местными жителями. То есть мы сейчас возьмем эту ситуацию на контроль. И будем как бы эту проблему мониторить. Сотрудники миграционной службы настроены решительно. Проверят всю документацию завода. Встретятся с администрацией общежития. Но и постояльцы намерены идти до конца. Уже написано заявление в прокуратуру области, Роспотребнадзор и даже президенту страны. Мария Помилова, Алена Дербина, Максим Тышковец, Василий Попурин. Новости Вологды.